Всем привет, ребят, с вами Тринет Ресурс Мегаобзор.ком. В конце прошлого года компания Arctic Cooling вывела на рынок свою первую систему водяного охлаждения процессоров. Вышло сразу две модели, это модель Freezer 240 и Freezer 120. Мы на ТЭС отобрали старшую модель, это Freezer 240. По данным сервиса Яндекс Маркет, цена на нее в России составляет 7100 рублей. На текущий момент это первый обзор Freezer 240 сети, мы рады представить его вам. Чем отличается Freezer 120 от Freezer 240? Отличаются они размером радиаторов. Младшая система рассчитана на 250 Вт, старшая на 350, но заявлено там примерно 300. 350 это просто верхняя отметка. Мы тестируем данную систему на процессоров поколения Intel Skylake. В принципе для этого поколения чипов можно ограничиться и младшей версией, но тут уж выбирайте сами, в зависимости от корпуса, от предпочтений, от уровня разгона, который вы планируете. Поставляется система в компактной упаковке из плотного картона. Здесь есть все необходимое техническая информация. Комплектация включает 4 вентилятора, радиатор с помпой, набор креплений для AMD, такие же крепления для Intel, они все пакетики подписаны, есть винты для фиксации вентиляторов, отдельный пакетик с термопастой качественной и инструкция по сборке. Arctic Cooling Liquid Freezer 240 получила в свое распоряжение увеличенный радиатор. Его габариты 120 на 272 мм и увеличилась толщина, без вентиляторов она составляет практически 40 мм. Сама конструкция здесь традиционная, она состоит из помпы с водоблоком и алюминиевого радиатора с отверстиями для крепления двух или четырех вентиляторов. Помпа и радиатор соединяются между собой гибкими резиновыми шлангами. В конструкции радиатора 10 плоских каналов с кладагентом. Расстояние между ними заполнено алюминиевой гофролентой. Длина соединительных шлангов у этого кулера составляет 310 мм. Разместить радиатор можно как на верхней, так и на задней стенке корпуса. Мы же тестируем его с корпусом Fractal Design Define S. Здесь еще можно закрепить его и на передней стенке. Этот корпус специально сделан для водяного охлаждения. Шланги усилены проволочной оплеткой. За счет этого сводится к минимуму перекрыть движение жидкости в контуре. На место выхода из помпы и радиаторы эти шланги опрессованы. Из водоблока шланги выходят под прямым углом. Изменить ориентацию внутри корпуса будет проблематично. Поэтому сразу подбирайте и рассчитывайте установку помпы на процессор. Arctic Freezer 240 имеет внешний диаметр помпы 82 мм. Высота 40 мм. Помпа выполнена из пластика. Внешние поверхности глянцевые. На крышке красуется логотип Arctic. Подсветки здесь нет. Подшипник помпы имеет повышенный ресурс срока службы. Открытых данных по характеристикам помпы нет. Основание медное. Внутри скрывается микроканальная структура из медных ребер. Оно плоское. В комплекте идет 4 вентилятора. Это F12 с белыми лопастями. Эти вентиляторы успели хорошо себя зарекомендовать. Они используются и в некоторых системах от конкурентов. Максимальная производительность здесь 74 при уровне шума в 22 дБ. У младшей модели таких вентиляторов только 2. Arctic Cooling Freezer 240 – это универсальная в плане поддержки платформ-система. Установка простая. Мы устанавливали эту систему на материнскую плату с сокетом 1151. Для фиксации здесь требуется комплектная крестовина. Она заменяет бэтплейт-плату. Для удобства на 4 ножках есть 4 вставки с двусторонним скотчем. То есть вы их снимаете, фиксируете на плату и все, плата уже не гуляет. На основной части нужно зафиксировать кольцо с крепежными отверстиями. Фиксируется оно при повороте. Крепление надежное. Прижим осуществляется с помощью 4 винтов. Контакт с термораспределительной крышкой процессора плотный. Размещение радиатора зависит от конкретных условий. В первую очередь от используемого вами корпуса. В старшей версии можно комбинировать количество вентиляторов. Это как два вентилятора, так и четыре. Плюс вы можете изменить направление воздуха из корпуса или в корпус. Мы же рекомендуем направить поток внутрь корпуса. Это добавит приток дополнительного свежего воздуха. В комплекте нет отдельного разветвителя на 4 вентилятора. Но каждый вентилятор имеет на кабеле отдельный разъем для подключения еще одного вентилятора. В итоге в собранном состоянии вам потребуется только один 4-пиновый разъем на материнской плате. Но опять мы бы рекомендовали выбрать два таких разъема, если вам позволяют условия. Также потребуется еще один отдельный 3-пиновый разъем. Он будет использоваться для подачи питания на помпу. Ну и давайте соберем систему и посмотрим на данные синтетических тестов. Напомню, что мы используем процессор Intel Skylake 6600K. И используем его в разгоне. То есть все эти данные приводятся в разгоне при максимальной нагрузке. Для нагрузки в данном и нашем случае мы используем программу AIDA64. Нагрузка длительная, берутся средние результаты. Если подводить итоги по Arctic Cooling Liquid Freezer 240, то система меня приятно порадовала. Соотношение производительности и стоимости. Предлагается качественная сборка, материалы. Внешний вид также не вызывает нареканий. Плюсом, как и ожидалось данной системы, отнесем совместимость с модулями памяти, с высокими радиаторами. Свободное пространство внутри корпуса, простую сборку. Понравились низкий уровень шума, возможности индивидуальной компоновки вентиляторами. И низкие температуры процессора Intel Skylake. В режиме разгона при длительной нагрузке. Хотя, если честно, запаса здесь мощности у этой системы даже выше, чем требуется. То есть можно вполне сэкономить. Я думаю, что Arctic Freezer 120 также продемонстрировал бы хорошие результаты и низкую температуру. В ходе тестирования система отработала без нареканий. С удовольствием обслужу с вами Arctic Cooling Liquid Freezer 240 в комментариях. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Всем спасибо и пока-пока.